Добрый вечер, в эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев. На учебный полигон отправилась очередная группа защитников Отечества из Карачаево-Черкесии. Все они подписали контракт с Министерством обороны России. Мадина Каракетова подробнее. По словам старшего инспектора пункта отбора на военную службу по контракту Ивана Киреева, решение 90% отправляющихся в зону СВО продиктовано желанием защитить интересы своей страны. Вот когда ситуация в Курске началась, много людей начало приходить, хотят помочь. Некоторые, чтобы получить выплаты. В основном много людей, которые именно хотят помочь Родине, помочь России в трудный момент. По словам Ивана Киреева, ежедневно военные комиссариаты республики обращаются от 5 до 10 добровольцев. Нередко изъявляют желание отправиться на СВО и представительницы слова «По» и иностранных государств, проживающие на территории Российской Федерации. Есть особые условия, им тоже надо собрать. Мы потом отправляем на согласование. Если их согласовывают, то процедура продолжается для обычных граждан. В дальнейшем они получают гражданство Российской Федерации. Не все обратившиеся подходят под требования, необходимые для прохождения службы по контракту. Но, тем не менее, поставленную задачу на месяц военному комиссариату Карачаево-Черкесии выполнить удается. Временная выплата в общем 2 миллиона рублей. 1 миллион 600 – это от главы Карачаево-Черкесской республики, 400 тысяч от Минобороны. И зарплата от 210 тысяч в зоне проведения специальной военной операции. Подписать контракт на прохождение военной службы несложно. Необходимо обратиться в военный комиссариат по месту прописки. В каждом военкомате по Карачаево-Черкесской республике находятся наши инструктора. Можно обратиться к ним, они дадут список необходимых документов для заключения контракта, их собрать, рассмотрят. Всех контрактников сначала направляют в учебный полигон. И после прохождения специальной подготовки, которая может занять от двух недель до 20 дней, распределяют по войсковым частям. Мадина Каракетова-Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. У Карачаева-Черкесского регионального движения «Русь» новый руководитель. В Черкесии прошла пятая конференция общественной организации, где подвели итоги деятельности и выбрали нового председателя. Защита прав граждан, сохранение и развитие самобытной русской культуры – именно на этом сосредоточен фокус работы Карачаева-Черкесского регионального движения «Русь». Было отмечено, что работа нацелена и на защиту нравственности, духовное воспитание и образование русской молодежи посредством вовлечения их празднования православных и государственных праздников. У регионального движения «Русь» есть свои районные отделения, и основное внимание там уделялось возрождению русского самосознания и национальных традиций, развитию славянской культуры, созданию добрососедских отношений с народами республики. После подведения итогов деятельности движения делегаты выбрали состав. Состав Президиума Руси и контрольно-ревизионную комиссию, а затем и председателя. Эту должность на ближайшие пять лет доверили депутату Народного собрания Карачаева-Черкесии Алексею Ганшину. Говоря о будущей деятельности организации, на мой взгляд, приоритетом работы общественного движения «Русь» должно стать укрепление и развитие гражданского общества в республике, соблюдение прав и свобод граждан, укрепление семьи, получение образования, преодоление безработицы, борьба с преступностью и коррупцией, противодействие пьянству и наркомании. Особое внимание необходимо обратить на активное вовлечение в деятельность организации русскоязычной молодежи. Полагаю, не лишний будет возобновить давно забытую систему наставничества. Требует внимания подготовка резерва кадров как для самой организации, так и для всех ветвей органов власти в республике. Активными темпами ведется строительство 35-метровой каменной башни в высокогорном ауле Хурзук. Данное сооружение будет выполнено в средневековом стиле и будет одним из символов Карачаева Черкесии. Проект призван не только возродить старинные технологии. Со строителями побеседовал и наш корреспондент Алихан Липшоков. Для строительства каменной башни используются только натуральные материалы, такие как камень, дерево и железо. А все работы выполняются с применением традиционных методов. Это позволяет сохранить аутентичность проекта и создать атмосферу, переносящую посетителей в средневековье. Данное сооружение будет высотой 35 метров. В возведении исторического объекта принимают участие строители из Дагестана, которые восхищаются красотой нашей республики и высокогорного аула Хурзук. Мы приехали сюда строить башню под руководством Харсива Магомеда. Он как бы наш начальник здесь, мы работаем. Из всех мест, где я работал, именно Хурзук, именно это место, насчет камня, насчет работы, насчет снабжения, обеспечения природы, люди, просто шикарное место. Так что все замечательно. Работаем 24 на 7, без выходных. Важно отметить, что идея возведения каменной башни в ауле Хурзук зародилась несколько лет назад, когда группа исследователей обнаружили уникальные чертежи средневековых оборонительных сооружений, которые использовались на этих землях. Проект станет настоящим памятником средневекового искусства, уверены строители. Братья из Дагестана приехали помогать. Гранитную, можно сказать, гору строят. Строят из местных камней, из границы. Мощный, огромный. На ухоне гор будет вторая гора. Каменная башня должна стать одним из символов республики и, несомненно, будет одной из самых высоких башен Кавказа. Алихан Лепшок, Афмидина Джан Кезова, Вести Карачаева, Черкесия, Хурзук. В республике полным ходом идет работа по реализации основных направлений нацпроекта «Культура», разработанного по поручению президента России Владимира Путина. В числе основных задач – комплексное обновление учреждений культуры. Одним из таких объектов стало здание детской художественной школы и Центра культурного развития имени Гагарина, где прямо сейчас ведется капитальный ремонт в рамках проекта «Культурная среда». Работы по обновлению здания стартовали в 2024 году. На сегодня уже проведены работы по устройству кровли, утеплению фасада здания и электрики. Активно ведутся внутренние отделочные работы. Важно, что в планах не только улучшение внешнего вида школы, но также и внедрение современных технологий и материалов. Завершить ремонт планируется к концу текущего года. Новое, главное современное учреждение станет не просто комфортным образовательным пространством, а полноценным культурным центром, местом притяжения для детей и молодежи, создаст дополнительные возможности для реализации интересных проектов, выставок и конкурсов. В данный момент в республике в рамках проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» также активно ведется обновление домов культуры в Зиюка, Ударном, Мичуринском, Эрхенхалке и реконструкция детской школы искусств Хабезе. Ей нипочем ни возраст, ни высота. Софья Батракова из Калининграда феерично выступила на фестивале по роупджампингу в Карачаево-Черкесии. Во время прыжка с горной вершин она сделала несколько сальто. Пенсионерка, отметившая в августе 75-летие, прыгает со скал регулярно. И никакого страха не испытывает. На счету Софьи Батраковой уже 95 прыжков. В Калининградской области она прыгала с 30-метровой высоты, а в Архезе полет был гораздо более продолжительным. Высота вершины, с которой совершила прыжок пенсионерка, составляет 210 метров. Такими событиями отмечен этот день. Как будут развиваться события в республике, смотрите в наших выпусках Вестей. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!